Уходя на летние каникулы, художники получают обязательное задание. За три месяца они должны нарисовать от 60 до 96 работ в разных стилях и техниках. В сентябре за свои труды каждый получает первую отметку. Надо сказать, что преподаватели очень строго относятся к каждой работе. Даже одна неправильная линия может снизить оценку на полбалла. Все наши школьники, да не только школьники, но и подготовишки, они молодцы. Они, конечно, очень постарались, очень хорошо потрудились. Летнее задание дается ведь не просто для того, чтобы ребенок был чем-то занят, а для того, чтобы он, во-первых, творческий рос, в мастерстве в своем рос, в своих навыках, чтобы он их не потерял за время летних каникул. И вот так вот, судя по работам, я смотрю, детки все-таки у нас подросли. И, в принципе, да, я могу сказать, что вот этим просмотром я довольна. Летние работы повсюду, ходить между ними можно только на цыпочках. Ученики с волнением раскладывают свои рисунки, они знают свои недочеты и понимают, что педагоги не будут снисходительны. Ну, задают, да, действительно много, но я постарался выполнить большую часть. У меня немножко мало живописи, но я думаю, что у меня будут неплохие оценки. Когда комиссия просмотрела все работы, пригласили детей, чтобы огласить результаты, ни одной пятерки поставлено не было. Это говорит о том, что ребятам еще много надо работать над техникой. Для меня, во-первых, это новые знания на уроке истории искусств, интересные. Для меня это время с ребятами рисования, так как я хочу поступить на архитектурный. Для меня это важно. Но поскольку я иногда валяю дурака, часто ругают. Стараюсь работать, улучшать оценки. Пока одни сдают пленэр, другие только мечтают поступить в школу. Соня впервые оказалась здесь. Мечта маленькой девочки сбылась. Она тоже будет учиться на художественном отделении. Я очень люблю рисовать. У меня очень хорошо получается. У меня хорошо рисовал дедушка. И хорошо рисует мама. Мама даже один раз мне сказала, что некоторые ее картины попали на экскурсию и были на экскурсии. Защита летних работ длится ровно неделю. А потом юные художники приступят к обучению. Выпускники будут готовиться к экзаменам, а младшие классы осваивать новые техники и стили.